Так готовят урожай будущего года. Механизаторы выходят в поля даже ночью. Нужно спешить. В этом году сеять азимы и начали позже. Ждали дождей. И не ошиблись. Дожди пришли вовремя и там, где надо. Тайбанские поля терраспольского комбината хлебопродуктов в Дубасарском районе словно выиграли лотерейный билет. Начали сеять без осадков. Мы посеяли почти 2000 гектар азимных культур без осадков. В ожидании дождя. И бог, как говорится, есть. Все-таки пошел дождик и начали сеять. Терраспольский комбинат хлебопродуктов – самый крупный производитель зерна в Приднестровье. Каждый год урожай одни из самых высоких в стране. Из 20 тысяч гектаров площадей больше половины под азимами. Поля в Григориополе, Дубасарах, Рыбнице и Слободзейском районе. Порядка полутора тысяч гектаров азимой пшеницы, ржи и ячменя поливаются. Поливальные машины и дождевальные установки – это своего рода подушка безопасности на случай засушливого года. Посевной терраспольский комбинат хлебопродуктов начал в конце сентября. О выпавших дождях лучше метеорологов, говорят посевы. А это уже поля Слободзейской агрофирмы, недалеко от Паркан. Вот она в стадии кущения. Ну, он вырвался. Вот тут уже видно, что будет три ростка с одного зерна. Ну, может быть, она еще дальше раскусится, посмотрим. Густые, высокие всходы готовы к зимовке. На первый взгляд побеги идеальные, но их нужно еще сохранить. Пшеницу подкармливают и обязательно поливают. В этом хозяйстве полив восстановили недавно и на это делают большие ставки. Если будут еще, будем надеяться, что будут зимние, осенние какие-то осадки, накопится влага. Вот, если не будет накопливаться до весны, то надо будет поливать. Ну, где это возможно будет. Без полива сейчас все равно. Без полива сейчас нормально. Влаги сейчас она потребляет немного, поэтому, как бы, я думаю, что сейчас ей вполне хватает влаги. Даже от дождей, даже где не поливается. В этой Григориопольской агрофирме посевную уже закончили. А зимая пшеница хорошо идет в рост, да еще какими темпами. Посмотреть на идеальные всходы приезжают даже из соседних хозяйств. Смотрите, ни признаков болезни, ни признаков повреждения инсектицидами или что-то. Это мечта агронома. С прошлым 2019-м нынешняя осень ни в какое сравнение. Тогда сеяли в такие же сроки, но практически в сухую землю. В конце октября на всходы даже намека не было. А сейчас гектары ровного, ярко-зеленого густого ковра. И все потому, говорят земледельцы, что подгадали время сева и вовремя поймали дожди. А ведь часть земледельцев в Григориопольском районе по началу осени думали даже не рисковать. И вообще не сеять, а зимы. Земля не восстановилась после весенней засухи. Да и семена были на вес золота. Но погода сделала настоящий осенний подарок. Теперь все надеются на весну, на правильную погоду, собственный полив и даже на гороскопы. Надо не забывать, что следующий год – год быка, благоприятный для сельхозработников. Быки – это сельскохозяйственные животные, я всем всегда говорю, которые приносят только пользу. Землю пашет, мясо дает, там все остальное делает, что надо, что ему положено. Поэтому надо и на это тоже смотреть. И будем надеяться на то, что получим хороший выражай. Оценивая результаты сельхозсезона, аграрии говорят – сеяли много, а собрали мало. Вложили на уровни прошлых лет, а получили намного меньше. Больше денег ушло и на полив. Все это большие непредвиденные затраты. На будущее ставки делают на орошение. Со следующего года в республике начнет действовать шестилетняя программа по развитию мелиорации. Поливные площади увеличат в полтора раза. Это увеличит и урожаи. А пока в Приднестровье действует запрет на экспорт зерна. Все, что вырастили, останется для внутреннего потребления. Основная культура, которая формирует продовольственную безопасность – это, конечно, зимная пшеница. В этом году ее намолочено 84 тысячи тонн. С учетом остатков прошлого года, потому что в некоторых предприятиях этот остаток был существенным, это позволяет сформировать практически на круглый год до нового урожая потребность как в семенном материале, так и в зерне акклепикарной промышленности, и в том числе на цели фуража для животноводства. До конца осенней посевной еще неделя. По прогнозам синоптиков, в ближайшие недели обещают дожди. Для зимы складываются идеальные условия. Главное, чтобы морозы не ударили раньше конца ноября. А аграрии приложат все усилия, чтобы озимые сохранить. И тогда урожай 2021-го точно будет достойным. Без хлеба мы по-любому не будем. Мы всегда будем с хлебом. Наталья Ткачук, Леонид Мостак и Андрей Овчинников. Отражение.